Ребятки, всем привет! 2 января у нас на календаре, продолжаем отъедаться оливьешкой и прошлогодними салатами, а мы снова для вас в гараже. Вчерашний видос, на удивление, вам всем зашел, хорошо зашел, очень много обратной связи, какие-то вопросы, и сегодня постараюсь на них от всех ответить, потому что мы занимаемся именно коляской для нашего прыща. Мы его сюда притащили, кто не видел, сейчас все покажу, расскажу. И сегодня занимаемся, нам нужно сделать диагональную тягу распорки коляски. Но тоже все подробно, все по факту, поэтому давайте, поехали! Второй день наших увлекательных живых приключений. Ребятки, вот так вот стал выглядеть наш мопед после наших последних покатушек. Обзавелся оригинальным выхлопом Лео Винчи, вроде как оригинальным, но точно не нержак, похоже на Титан, потому что варил, когда отпиливал, очень интересно, хрен сваришь, поэтому он здесь сделан на быстросъемном креплении. А вот, полуавтоматор стоит, когда сваришь. Что еще? Потрепалась у нас вот так вот лента, термолента, да и вообще он потрепался, его не мыли, вот как он приехал, так он и завершил сезон, так и стоит. Ну а собственно сегодня мы должны поставить сюда это и сделать диагональную тягу крепления коляски распорки. Сейчас, дядь, Паша легким движением руки превращает боковой прицеп в прицеп для мопеда. Помогать мы ему не будем, посмотрим как он справится один, потому что она с бочки ставится в одно движение в принципе. Есть? Система у нас обходит глушак, в принципе сейчас, когда добавим тягу, все это будет немножко сложнее. Но давайте не буду мучить дядь Пашу, помогу ему немножко. Немного покажу вам, как оно крепится. Одна тяга у нас заходит прямо в раму, в нижнюю часть рамы, притягивается отсюда болтом. Вторая идет в стандартные подножки, убраны стандартные подножки и прямо в нижнюю часть картера двигателя, куда прикручивается защита на питбайках, здесь прикручивается коляска. Это для тех, кто скажет, что так нельзя и все. В эти места прикручивается защита на питбайках, в которые собираются все пени, поленья и прочие радости лесной жизни, жизнедеятельности. Конечно, немножко приходится поваляться на земле, но в целом ничего страшного. Так выглядит среднестатистический владелец мини-байка, который захотел себе коляску на мини-байк. А с этого ракурса мопед еще выглядит очень большим. Владелец Урала примерно так же. Владелец Урала? Нет, там сверху можно прикрутить, у меня был. Вот так это выглядит на черновую собрано на сегодняшний день. Довольно забавно. Короче, сейчас покажу более детально, что мы хотим. Сейчас Паша перекидывает болт крепления амортизатора. Здесь идет длинная тяга через два аморта, насквозь через раму. Мы хотим взяться крепление от этой точки и завести диагональ вот сюда. Сделать распорную тягу, которая сможет подраспереть всю раму, нагрузку, всю несущую. В принципе, мы и так, кто говорил, что поведет вот этот рычаг, все. Да нет, на самом деле я вешу 120 килограмм, мы по приколу катались. Все это держится, подвеска отрабатывает, все нормально. Но люлька не предусмотрена. Вставим саму люльку туда, в центр. Люлька не предусмотрена для перевозки человека, в принципе. Потому что вот, чтобы вы понимали масштаб. И еще на колесе, вот кому-ка сейчас колесо не может шатается. Тут стоят подшипники по 14-й ой, у нас 12-е. Завтра приедут, мы все это дело поменяем. Но в целом, чисто в целом, концепция, она вот не поменяется. То есть, здесь добавится лобовое стекло немножечко, там, к сиденью. Так все это облагораживается. Но сути дела не меняет. То есть, две точки крепления к раме. И третья у нас будет чисто распорная, чтобы вот компенсировать именно вот эти подскоки. Ну, как на Урале. Вперед уже тянуть не будем. Думали, конечно, засверлиться, может, сюда сделать. Но пришли к мыводу, что это излишняя прочность. Потому что, в основном, она сделана, чтобы возить большой туристический рюкзак. Вот. Какие там еще вопросы были? Почему не задний прицеп? Да просто потому что... Ну, давайте, положа руку на сердце, вы не будете постоянно так ездить. Это смешно, забавно, ездабельно. Но никто так ездить постоянно не будет. Задний нам не нужен, потому что это чисто стиль. Но у нас, правда, там еще одна бочка стоит. Можно сделать фаркоп и задний. Мы рассмотрим эту идею. А пока наша задача, ребятки, сделать именно вот это все. Вот она пропорция относительно мопеда. Вид сбоку. Вот оно все, вид сверху. Бочку сейчас мы доварим. Заприведем швы в порядок. Отгоним на пескоструй. Красится все будет в такой же красный цвет. В целом, должно быть очень интересно. Колеса, да, кстати, если кто-то спрашивает, от чего колеса, это 10-дюймовые питбайкерские колеса. Все три одинаковые. Единственное, задняя покрышка жирнее, чем две эти. А так... Все. Все, погнали тогда. Сейчас все расскажу более детально. Саму непосредственно тягу мы планируем сделать из вот такой вот стальной трубки. Стальная, никелированная. Но, тем не менее, стальная. Здесь бавая шпилька. Стяжные гайки. Парочка вот таких ушей остались у нас от какого-то скутера. Срезали, то есть это верхнее или нижнее крепление амортизатора от скутера. И вот такие вот шарнирные соединения в простонародье ШС. Вот, то есть это у нас будет крепиться к краям рамы. Но я все покажу. Вот, то есть два уха, два шарнирчика и резьбовая сгонная тяга. Ну, сейчас более подробно покажу. Еще нам понадобится сварочный соус, ларка и рулетка. В принципе, все. Ничего особо умного здесь нет. Ну, как и в нас, в принципе. Да, башка? Ну, вот так это все дело у нас выглядит в черновом варианте. То есть ШС-ка, регулировочная гайка, контргайка. И с той стороны точно так же. Сейчас снимаем бочку. Чистим площадку, завариваем и уже разопрем тягу. Вот, и уже покажу все это как с человеком, когда человек сидит на мотоцикле, как это все выглядит. Но, в целом, ноге мешать не должно никак. Я пока не буду садиться, чтобы не сбивать. Диагоналит хорошо. Давай. что ребятки мото сезон можно не закрывать если у тебя три колеса а бочка прикрученная на два болта по диагонали создает звуки урала а еще нравится пушка гонка да ребятки звуки отмерзают в такой мороз карбюраторе реально конденсат потому что едет только на подсосе на улице минус 20 рукам хана но в целом мы это сделали поэтому давайте по финальным сегодняшний день и пойдем греться блин ну что друзья вот так вот у нас получилось это тяга вот такая вот посадка она абсолютно не мешает ноге все настраивается регулируется теперь мы можем регулировать развал мотоцикла вот собственно посмотрели как мы попытались немножко покатить и что из этого получилось при дальнейшей погоде наверное пока что по нему это все показывать вам как мы будем заваривать шов и исчищать его болгаркой смысла не имеет а потом у нас все это дело уходит в пескоструй и к нему мы уже вернемся непосредственно после того как будем готовы тянуть электрику потому что у нас такие же поворотнички как на мопеде будут здесь такой же стоп-сигнал как на мопеде то есть полноценная коляска сиденье пол все у нас будет но к этому мы вернемся уже после покраски поэтому пока поэтому парнем мы заканчиваем работу но у нас не заканчиваются январские праздники поэтому следующий на повестке дня у нас стоит рига расширение маятника центровка изготовления проставки заднего колеса и прочая прочая лабуда которая нужна когда пытаешься установить китайский двигатель в советский мопед как это было здесь вот поэтому с этим парнем мы прощаемся с вами мы на сегодня прощаемся это были простые парни спасибо за внимание до свидания